Добро пожаловать друзья на канал invest hacking с вами снова я Антон и это ваш ежедневный крипто обзор в принципе после вчерашнего трейлера импостеров можно было и побриться на лысо но с этим пока повременим ну как видите настроение хорошее поэтому с хорошим настроением запишем это видео поговорим о биткоине поговорим о токене x2y2 раз уж многим он приглянулся поговорим еще раз о рисках и по второй основной части видео мы поговорим с вами о моей стратегии о моих ошибках моем опыте о том как я выбираю проекты и как мне кажется правильным это делать я постараюсь не разжечь фому а скорее его успокоить да у нас у всех это не последний цикл мы еще с вами все прекрасно успеем поговорим мы как обычно сначала о биткоине и мы видим что вчера красный день такой встретился естественно с уровнем сопротивления ничего удивительного здесь нет собирается силами значит что мы с вами хотим увидеть ну во всяком случае те кто со мной те кто в лонг или те кто держит биткоины хотят увидеть такую вот консолидацию несколько дней и потом прорыв вверх да чтобы мы не хотели увидеть это если вот этот лоу будет убран да это значит что его мы инвалидировали пошли вниз пока в принципе все выглядит не так уж плохо я естественно как всегда говорю термобул как это говорится вечный бык и естественно в данном случае я предвзят потому что позиция биткоине постараюсь быть непредвзятым но это сложно поэтому мой боя свое личное мнение что биткоин скорее всего пойдет вверх но а куда он пойдет мы с вами увидим ближайшие не вообще кажется что скоро это разрешится мне кажется вообще мне кажется что скоро это разрешится да он или заберет вот этот вот нижний уровень и пойдет ниже или же значит наконец начнет уже зайдет зеленую зону начнет консолидироваться над ней новость про которую я сказал не так много как хотел себя энтони помплиан она смотрит своим открытым ртом он выпустил вчера видео по поводу канадского правительства да я упомянул вскользь новости из канады я не придал им такого большого значения потому что как-то не связал для меня bitcoin всегда был таким выходом из мировой финансовой системы до спасением от инфляции активом который не связан с с другими активами на сейчас пока что цена биткоина конечно подвязана к фонде но я думаю что рано или поздно она отвяжется и скорее это будет золото 2.0 кстати если это видео соберет ну скажем 500 лайков может быть я вам скинул свое первое видео которое было не на этом канале я пытался запустить канал еще в марте 2019 года и там есть все одно видео где я рассуждаю про bitcoin если хотите услышать давайте по лайкам это видео я скину ссылку в чат если вика не возражает а так что мой канал мог бы родиться на два года назад но без вики я не собрался это сделать поэтому он вышел позже когда мы собственно с викой уже решили делать это вместе поэтому shout out вика спасибо что помогла мне запустить этот замечательный канал и так для меня bitcoin это выход из системы золото 2.0 для жителей стран первого мира принято их называть на это америка там канада европа ну центральная скажем европа это было просто как спекуляция игрушка такой типа сильно волатильный сток да какая-то какой-то спекулятивный полностью инструмент да пусть не все но в большинстве люди в этих странах доверяют своему правительству они знают что случай что американцев поддержат помогут дадут какое-то жилье дадут какое-то пособие конечно там тоже есть бездомные нищие те кто пропадает но все равно они их правительство их не бросит и главное что у них есть это подсознательно ну большинство людей из стран по советского пространства они знают что нужно полагаться только на себя скажем так это обтекаемо и мягко поэтому для нас bitcoin немножечко больше чем для них или существенно больше я не до конца сначала новость изучил и потом еще не связал пока не послушал энтони канадцам не просто так перекрыли платежной системы они перекрыли платежные системы протестующим то есть поддержку протестующих против власти там отправляли фон и отправляли там по картам через страйп и прочие программы которые поддерживают прямые переводы донейшны лицам до людям и канадцы правительство взялась и перебанила и добавила туда же криптовалюты то есть если вы отправляете криптовалюту на какой-то конкретный кошелек то ваш там перевязанный с вами банк сервис могут ваш аккаунт заблокировать и я не сказал что страны первого мира люди теперь увидят это и поймут своими глазами и что и в их странах это тоже возможно как бы пока это было на уровне конспирологов теоретиков которые говорили что вот правительство следит и она выключить нам деньги если захочет сейчас буквально на этом примере на наших глазах разворачивается вот такие вот события и похоже что страны первого мира тоже просыпаются я даже в своем твиттере вижу что люди спрашивают как бы как зайти в криптовалюты bitcoin и и естественно не будут стараться делать это анонимно по возможности чтобы иметь хоть какой-то какие-то сбережения которых не знает правительство вот ну такая вот новость поэтому в принципе это очень бычья новость на таком большом длинном промежутке времени посмотрим как это скажется на цене биткоина в краткосрок хотя а цену биткоина краткосрок меня не очень интересует главное чтобы не продолжился этот тренд он сломался и пошел вверх потому что не хотелось бы долго сидеть в просадке хотелось бы уже идти вверх и сидеть с дорогим биткоином они с дешевым по поводу x2 y2 да кто вчерашний видео смотрел знаю что многие захотели залетать пожалуйста будьте осторожны да я слежу за твиттером слежу за так называемый маркет сэнсингом то есть как люди видят этот токен и однозначного мнения нет когда был looks rare все за заскакивали да и был такой твит что claim done стейк да то есть забрал и застейкал забрала застейкал и многие большие кошельки стейкали покупали эти токены пока я не вижу вижу какие-то вот азиаты что-то пишут и какие-то маленькие аккаунты в основном люди спрашивают где наш дроп да где наш клейм такого что кто-то там залетает поддерживает я пока не вижу особенно с больших кошельков это конечно не очень хорошо поэтому как видят себя люди которые покупают x2 y2 на они думают что сейчас не застейкать под 9000 процентов годовых и завтра будут просто купаться в деньгах да и как я свяжу себя и вообще тех кто покупает этот токен до покупая вот такие токены помните что в одну секунду это все может уйти в ноль опять же может быть изначальный рак пол то есть команда это задумала собирают деньги вытащит это все могут найти уязвимость могут ломать контракт если ложится фронт-энд ложится сам сайт это не так страшно фронт-энд всегда можно поднять в конце концов можно напрямую с контракта обычно стейкать растейкивать поэтому если просто ложится фонт-энд это не большая проблема большая проблема это если что-то произойдет с контрактом ну в случае со сквит-гейм токеном это был изначальный рак пол надеюсь что с x2 y2 так не будет но все нужно понимать эти риски да ну и для тех кто новичок на этом деле это наверное не самый хороший случай чтобы поучиться пользоваться всеми стейкингами потому что но действительно рисковая игра и уже как с каждым днем она становится все более более рисковой те кто захотел два дня назад уже теоретически могут забрать свое и оставить там солидную сумму чтобы он дальше крутилась так скажем снять риск с со стола те кто залетает на верхах обычно ну в общем на них мог может музыка остановиться и стульев на всех не хватит но про обучение и всякие другие штуки это мы поговорим в последней части нашего видео да вчера у нас с вами было вот это вот видео или от рейтс на своем канале запустил 11 часов по москве 37 секундный ролик который вы сами можете посмотреть если хотите я думал честно говоря что у него будет длинное видео лайв стрим где он походит по сайту покажет расскажет он так не сделал однако значит уже после этого видео через несколько часов когда его завалили негневными сообщениями начиная от цены минта по вайт листу 5555 суперов что практически по текущему курсу около пяти с половиной тысяч долларов достаточно дорого по датскому аукциону который начнется с трех эфиров что тоже дорого о том что дискорд у них прилег и прочее 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 или сказал что сегодня он выпустит нам длинное видео где расскажет об том как это все будет работать из того значит из важных дат минт токенов самих импостеров самих вот таких вот человечков будет где-то в марте вам 8 марта можно будет еще посмотреть даты точно на сайте и следить соответственно за обновлением дискорда дискорда не починили сегодня будет видео или а где я думаю что он ответит на основные вопросы и на основную критику и уже завтра тогда мы сами друзья мои в пятницу сможем сделать обзор на тот обзор и поподробнее поговорим и подумаем что нам с вами делать с нашими супер минут точнее я просуждаем что мне делать с моими суперами а вы решите что вам делать с вашими суперами значит пока по графику выглядит все не так плохо так же как bitcoin не смог пробить вот эту вот отметку консолидируется важно чтобы не сломал тренд вчера также меня спрашивали что вот у меня такая-то сумма я зашел по такой-то цене выходить или не выходить и вот сейчас мы уже переходим к последней части нашего видео где я попытаюсь рассказать о своем опыте и о своих стратегиях значит отвечая на вопрос выходить или не выходить для себя как я отвечаю на этот вопрос я отвечаю следующим образом если я сейчас выйду за этого токена во что я смогу зайти если какой-то вариант который даст мне лучшие результаты чем например супер ну во первых или они не случайно выбрал дату ментинга 16 дней вперед на 16 или 20 дней вперед естественно он будет разогревать интерес то есть мой тезис по поводу того что или он будет раскачивать этот проект не изменился да ничего не поменялось я думаю что начнет делать вчера вчера он просто забросил наверно чтобы как раз послушать критику чтобы уже ответить на эти вопросы сегодня видео поэтому я думаю что у него получится раскачать хайп если не получится я не буду повторять свою ошибку я вам сказал что я буду выходить из токена супер возможно на все сто процентов возможно нет скорее всего буду переходить в эфир а может быть и в стейбл это зависит от того где будет bitcoin и эфир кстати может быть и в bitcoin тоже перейду пока однако этого не сделал хочу послушать что скажет или и какие вообще инфлюенсеры будут говорить о этом проекте в ближайшие дни и мой тезис в том что должны про него начать говорить если он не запустит свой hype train как это говорится поезд хайпа то нужно будет пересматривать мои взгляды и искать соответственно проект который даст лучшие результаты чем супер в ближайшее время соответственно тогда и поговорим если что-то подвернется и мы плавно переходим к моей стратегии плану моя стратегии план заключается в том ну я даже буду говорить об этом не на фоне супер а потому что супер это исключение я в него зашел практически случайно на стадии айдио для тех кто не знает моя точка входа находится ниже чем на этом графике поэтому этот пример я бы исключил из этой части видео пример который я бы хотел привести начинается с моей инвестиции в эйпов нам как я купил эйпов по 15 эфиров по 15 августа то есть полгода назад я купил их практически я увидел потенциал в этом проекте до тогда начинался хайп и нафти многие говорили про борда и пьет club и там приближался момент момент дропа когда им должны были раздать что-то мы тогда еще не знали что потом это оказались мутанты и я купил его по 15 эфиров практически сразу поймал дно через несколько дней цена уже пошла вверх и там 2x они заставили себя долго ждать а дальше уже остальное это история да то есть какой вывод здесь основной не покупать эйвов как вам показалось и не разжигая форму здесь здесь речь идет про то что как это не сложно нужно сидеть на руках нужно сидеть на руках и на капитале и когда ты увидишь какую-то возможность потенциальную хорошую то тебе нужно просто в нее заходить до заходить и оставаться не если ты проанализировал понял что поэтому 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 это хорошая инвестиция уже дальше не нужно себя останавливать нужно просто заходить и с ней катиться значит следующий пример это минфиал клонекса за несколько дней до дропа купил по 12,5 эфиров до сих пор держу теория была какая тогда пол клонекса было около шести с половиной семи закрытые всегда торгуются с премиумом те кто смотрел видео знают и я собственно планировал как сделать что когда цена клонекса дойдет до оцененные виалы я смогу его открыть без риска есть потенциал получить редкого если он будет по полу то я смогу продать по полу вернув свои инвестиции единственное что я остановил себя я купил всего два виала мог бы купить больше 45 но потом уже догонял поезд и покупал 3 я уже по другой цене почему чуть-чуть не хватило а вот этой вот уверенность поэтому я делюсь с вами своими мыслями на самом деле разговариваю сам с собой тоже убеждая себя еще раз следовать уже выбранной стратегии еще один проект который я покупал рано это нефти world да вот есть мир который я купил за 01 на просадки купил на постройку под мне просто или вот такую прекрасную такую прекрасную крепость и потом я его продал с премиумом за 1 95 и потом тут же купил другой мир и собственно его теперь до сих пор держу и он уже стоит больше 11 эфиров чем мне понравились мир и тем что это был первый нафти который попал на мой радар да наверное были какие-то раньше где ты мог добавлять какую-то ценность в анасти да то есть я у меня вот есть и я ничего с ним не могу сделать я не могу одеть корону и он не станет от дороги могу не могу перекрасить ему мех этот он дороже не станет здесь можно построить крепость и в теории это должно было добавить ценность эта теория не совсем подтвердилась пока что потому что мы пока еще не знаем точно как это все будет работать но мне понравилась сама эта идея конечно не знал что миры за несколько месяцев дадут нам там 100 иксов иначе бы я по ноль один набрал бы естественно их очень очень много но купил сколько купил это прекрасный путь который на которыми все еще нахожусь и это прекрасный путь на котором я все еще нахожусь основной здесь вывод в том что опять же логически с использованием своего опыта я смог увидеть этот проект рано другой проект который я тоже увидел рано и здесь можно увидеть что я покупал вот эту женщину по 0.35 вот эту женщину я покупал по 0.07 здесь моя ошибка в том что я продал их рано есть такое выражение let your winners run то есть если выбрали свою позицию дайте и она у вас хорошая она растет дайте ей место для разбега для движения вперед почему мне понравилось world of women это была первая женская коллекция она сделана качественно у нее очень хорошие команды там очень много классных штучек и плюшек которые можно поизучать моя ошибка в том что я захотел собрать слишком рано профит у меня было по моему 5-7 женщин до которые я продал большинство на трех с половиной эфиров теперь они стоят по 11 до то есть там порядка 50-60 эфиров могло бы быть у меня сейчас при этом точки входа около двух-трех со всех то есть здесь опять же хорошая теория хорошая идея ошибка в том что рано вышел можно было бы продать допустим одну снять себя вот тут ну как бы забрать свое и остальные оставить спокойненько бежать ну поддался какому-то влиянию который может быть что еще рано для женских коллекций что они не полетят потом в один день объявили что у держателей токенов есть права на использование вот картинок и естественно не выстрелили очень очень быстро вот еще одним примером является естественно токен крабода тушь на некра а тушь он это токен почему он работает то что у него есть реальная рабочая токеномика про которую я говорил не раз обратите внимание количество адресов растет и токеномика продолжает работать breeding fees процент продолжает расти это значит количество крабов которые создаются новые больше чем токен который добывается поэтому сбросьте себя пелену влюбленности в какой-то токен токен без токеномики не работает поэтому я жду что придумают для супера то что можно стойкать супер это классно но нужен механизм какой-то который позволит его сжигать я думаю что или он нам что-нибудь про это расскажет да если в игре например можно будет покупать battle pass за супер это другая история тогда супер будут выходить из обращения это не чейн линк например да кто знает что делает чем никто не знает что делает чейн линк мы все знаем что он там используется оракулом для там высчитывания вероятности ну хорошо но токен здесь причем да сколько людей за него топит не хочу хейдить на конкретные токены но токен рифта сколько людей за него топило кто-то видно из ютуберов сказал что классный токен мы с вами обсуждали я тогда еще сказал что если он не пробьет определенные уровни он уйдет в нуле и так и случилось да если он сейчас не удержит один цент он скатится еще ниже ниже если у токена нет рабочей токеномики лететь он может только на хайпе только на хайпе только в бычьем рынке до в движем рынке он будет укатываться да я вовремя соскочил с токен дот когда увидел что-то киномику и сломали нам не было классно для киномика и сломали из него нужно было выходить я из него вышел поэтому в них плохо себя ведут в принципе и к экосистемы до токены как на которых все это строится там такие как солана луна эфир и прочее там avalanche потому что они хотя бы используются для проектов сжигания валидаторы прочее прочее все остальные токены которые просто как бы созданы для хайпа для того чтобы заразить деньги у них только один одна задача это памп да это взлетать в цене после того как она взлетела и она свою задачу выполнила все кто хотел выйти вышли вот как я пролетел секс арпи да это зачем я вам рассказывать для того чтобы не думали что мой каждый выбор это правильный выбор я никогда не теряю деньги нужно делать то что я делаю это неправильно я ошибался дарвини ошибался с xrp ошибался с какими-то другими проектами но пусть нет не по крупному да вот крупная моя ошибка это xrp потому что я зашел наслушался много разных мнений у меня не было опыта я как новенький хомячок залетел туда куда вели толпу с тех пор я стараюсь этого не делать за три года с лишним в крипте или уже четыре я сбиваю со счета у меня выработался свой опыт и вкус и чуйка да она все равно не идеально если бы она была идеальна мы бы уже ворочали другими суммами но она потихонечку вырабатывается и вы друзья мои сейчас прекрасные позиции вы на уроке и я не имею до себя учителем я имеют в целом эту экосистему раз вы здесь значит вы я надеюсь учитесь вы учитесь как минтить с контракта как работают децентрализованные биржи как работает стоит как работает фарминг это не значит нужно взять все свои деньги продать дом родных и закинуть это в какую-нибудь ферму которая потом укатается ну или нет но нужно научиться делать такие крипто штуки которые не умеют делать большинство как минтить как перегонять мосты это все можно в принципе делать на дешевых блокчейнах и тогда это не будет стоить очень-очень но дорого но вы будете знать что если в какой-то момент откроется какой-то новый проект который будет минтится с контракта на эфире вы будете быстро знать что нужно сделать как взять эти токены отсюда снять перевернуть через мост и зайти до потратить комиссию но если это именно тот проект который у которого есть мощная токиномика у которого есть спрос предложение маркетинг как в общем если это именно он то вам нужно будет просто взять тот капитал, которым вы готовы рискнуть и зайти в это. Уже не сидеть, не думать, надо, не надо. Вот следовать вот этой вот стратегии. Мне кажется, это единственный правильный шаг. То есть, если бы я купил только Ape, Clonex, World и World of Women, в принципе, остальное я мог бы не покупать. Остальное мы делаем просто по фану, чтобы принимать участие, скажем так, в росте экостим. Чему-то мы учимся, какие-то игры, какие-то другие проекты, музыкальные, фото, новые хайпы. Но, в принципе, основные деньги делаются на тех проектах, где сходится и логика, и токеномика, и хайп, и прочее. На них делаются основные деньги. Я надеюсь, что у вас это получится. Я уверен, что у вас это получится. Если вы обращаете внимание, у вас есть какой-то капитал, который отложен в сторону на момент, когда вот оно, надо заходить. То есть, если у вас нет этого капитала, вы даже видите какую-то хорошую точку входа, вы не сможете войти. Но, например, World of Women можно было взять по 0.07. Но я думаю, что если вы в крипте, у вас, скорее всего, есть 0.07 эфира на какой-то момент, который можно рискнуть и зайти. Да, это бы стоило вам еще комиссии, но это, извините, 100 иксов за 7 месяцев, даже больше. Я думаю, что оно бы окупилось. И следующий цикл у нас будет. У нас будет следующий цикл, следующий тренд. И когда он придет, уже люди, которые здесь, люди, которые сделали свою домашнюю работу, которые изучили, подготовились, у вас больше шанс увидеть этот тренд и зайти в него. И уже тогда вы будете сидеть через цикл и рассказывать новичкам, как это все работает. Поэтому, пожалуйста, не берите на себя больше риска, чем можете себе позволить. Тратьте время на изучение, на пробы и ошибки. Только не делайте очень больших, очень дорогих ошибок. Я уже их за вас сделал, чтобы вам не пришлось. Спасибо, пока. Продолжение следует...